Планируем мы вот эту площадку сдать к 1 июня. И это один из самых поздних проектов по благоустройству. Напротив музыкального театра Алтая к лету развернется музыкальный сквер. Сейчас убирают старые бетонные плиты, чтобы положить разноцветную плитку, поставить скамейки с нотами на спинках и фонари с балеринами. Клумба же будет напоминать фортепиано. Проект оплачивает напополам с благотворителями. Бюджетных денег около миллиона, а на нулевом километре арт-объект уже сдан. Сидели-сидели, думали-думали. Идея такая вот пришла, чтобы сделать звезду как символ воинства наших, как символ братства, как символ нашей Родины Великой. Вот такой вариант. То есть все элементы, которые мы ставим здесь, на нулевом километре, мы изготавливаем, изготавливает нам инвестиционно-строительная компания «Союз». То есть от Машнила Владимировича. Эта звезда видна и днем, и ночью, благодаря подсветке. Пристоит она здесь до конца юбилейного года Победы. Конструкция капитальная. Горожане ее уже оценили. Это все, за все уже говорит даже. Это наша Родина, мы живы, благодаря нашим как раз предкам. Для меня он многое значит, потому что у меня дед тоже воевал. Он был водителем на машине «Катюша», много рассказывал про это. Ну а сам объект мне и нравится. И для водителей Великой Отечественной в городе тоже будет памятник. Этот ЗИС прошел всю войну и до сих пор на ходу. Вокруг него сделают сквер. Работы идут полным ходом, уже готова почти половина. К 9 мая обещают закончить. Ну это дань, дань водителям, дань всем, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Это будет красивый памятник, я думаю. Всерьез, надолго. Материалы все качественные, все материалы наших производителей, города Барнаула. Спонсоры выделили на сквер более 500 тысяч рублей. На улице Кулагина, наконец, тоже появится уютный уголок, где горожане смогут отдохнуть и вспомнить о подвиге наших дедов. Нареда Миллер, Николай Шелко. День с толком. День с толком.